Традиционным летним концертом в Московском Доме Музыки завершил сезон праздничный патриарший хор Данилова Монастыря. В полном репертуаре коллектива можно найти весь спектр богослужебной музыки от древнего знаменного пения до сочинений современных авторов. Но программа недавнего концерта оставалась загадкой для зрителей до самого момента выхода исполнителей на сцену. Чем в итоге порадовал хор своих слушателей в этот раз расскажет наш корреспондент Ольга Гордеева. В залах Московского Международного Дома Музыки праздничный хор Данилова Монастыря традиционно устраивает семь концертов в год. Содержание почти каждого из них заранее не разглашается. Но несмотря на это, зал каждый раз почти полностью заполнен желающими услышать древнее знаменное церковное пение, народные и военно-патриотические песни в исполнении профессионального мужского коллектива. Концерт хора Свято-Данилова Монастыря – еще одна уникальная возможность услышать умиротворяющее церковное пение в напряженном ритме столицы. Именно поэтому концертной деятельностью коллектив уделяет особое внимание. Сегодняшний концерт уже 93-й в завершающемся сезоне. Для каждого из этих выступлений коллектив готовит особенную программу. Сегодняшняя программа не исключение – это соединение несоединимых, будем говорить, вещей таких. Первое отделение – это песнопение двунадесятых праздников церковных. А второе отделение посвящено 75-летию начала войны. Будем рассказывать людям о церковных праздниках, потому что не все знают, в каком порядке они идут. Все, может быть, знают, в каком они порядке выстроены в течение обычного нашего года. Но по библейской истории не все себе представляют, что, оказывается, праздник преображения был до праздника входа Господня в Иерусалим, еще приземной жизни Иисуса Христа и так далее. Началось первое отделение концерта со стихира Рождества Пресвятой Богородицы, а завершилось песнопениями в честь праздника Воздвижения, связанного с событиями обретения Креста Господня в 326 году и возвращения его из Персии в Иерусалим в 629 году н.э. Каждый номер программы регент хора Георгий Сафонов сопровождал рассказом об истории и значении праздника. Иллюстрировалось исполнение иконописными образами, спроецированными на стену концертного зала. Настолько построен грамотно концерт, он кроме духовного обогащения, он еще несет какую-то познавательную информацию, которая, в общем, еще усиливает впечатление от этого концерта. Они знали, что именно будет сегодня исполняться. И очень удивил и обрадовал выбор, что совмещение и праздников 20-х, и постепление, посвященное по победе. Потому что победа для нашего народа, она всегда была связана именно с Богом тоже, в первую очередь. Те же солдаты всегда говорили, что на войне атеистов не бывает никогда. И это еще раз оказывается, вот такое совмещение исполнения просто потрясающее.